просто вообще как песни штатная вот тот штатный так не работать копочки как и говорил приедет к нам церковь у церковь стелс 500 уже стоит на пеньках и не у нас в гараже в гараже у парней то есть что с ним по ремонту на данный момент сняты сережка сережка сняла мортики с него передние задние они короче парни деревянные вот они тут лежат лежат да так вот эти у нас задние получается они не работают они уже пустые а вот это у нас передние передние это уже самоделка сто процентов я не знаю сама мортик от чего от чего сам амортизатор но пружина сто процентов атаки вот такие попробуем сделаем на этих пружин не упал сам попробуем сделаем на этих пружинах они деревянные если не получится на этих пружинах сделаем на найдем пружины от днепра или чего-нибудь такого и сделаем ход конем вот эти амортики которые со штатными пружинами поставим наперед те которые с днепровскими или с этими пружинами поставим назад я я думаю так будет правильно колесико колесико оторвали пипку сделать сейчас уже на мультаже будет так и и и и и и и нету передних тормозов от слова совсем тут так нет и колодки даже оторвало накладку оторвало накладку полностью и надо прокачивать все карданы все карданы и крестовины то есть переколотить надо будет передний задний за не такой такой же задние тоже старинкам хана пришла и пыльник за вас ну пыльник шоу за это все все фигня все сделать хорошо что этот они зачем тогда лёха мне дал на кой черт они купили вот эту штуку фланец фланец соединения с карданным валом 500 как жить и тут он разбит спереди спереди вообще такого функционера или есть ну ладно что позвоним выясним зачем такие приводы покупать лучшие парни вообще ничего не покупать когда едете на ремонт а по факту все брать и надо посмотреть посмотреть тут в этот самый вариатор щекот и карбюратор вот смотрите чтобы не быть голословным да что это пятисотка и вот она продёргана его можно запустить сущного стартера также также восьмисотка придет ну восьмисотка чуть потяжелее но продергиваться от которой у миши семисотка у соседа которую показывал в прошлом вложеке и рм к пятисотка там вообще там можно веревку оторвать что и сделали на рынке и фиг его продёрнешь ну продёрнут продёрнешь на там кое-как и запустить не запустишь 100 процентов колесико от кларика сделали заменили пипку только что пипку поставили не коротку а уже длинный это нормально и сейчас думал у меня такая уже приспособа сделана давно это я себе когда делал на себе на бурана мортики делал такую палку то есть веревка палка вычат и чтобы проверять получается это чтобы проверять преднатяг преднатяг до пружины амортизатора здесь еще сделано отверстия сюда цепляться безмен за безмен тянет сначала вниз как мерить эти короче преднатяге пружин это как-нибудь в другой серии а можете в этой серии закрывать и он во яда даже пацаны если короче не упаду сейчас не убьюсь так я зацепился за трубу блять сейчас если я упаду это будет и пиццы а мортики работы на квадриках как он ездил но не этот квадроцикл был он просто деревянный знаете он едет как будто да не как будто не как будто как вам сказать на одних колесах но я думал мортики работают они оказываются вообще не работают как-то так сейчас сделаем нормальные амортизаторы рабочие мягонькие четенькие будут все красиво по красоте сделать я покажу переделал я покажу и сейчас еще наверно принесу 2 и попробую 2 как работа 2 чая это мортик 2 оказывается и работа как проверять амортик работа от и не отправить нажимаем и резко пуска нет не резко стрелива мортик работа все четко можно этот принципе не переделывать но так как будем переделывать один уже переделал не другой прошло немножко времени и пружинку я снял пружину я снимаю у меня сделано вот такой съемник колхозненький но работоспособный от него нам понадобится верхнее ухо верхнее ухо 6 тут развалился уже весь полностью можете не понадобится не знаю посмотрим верхнее ухо потом пластиковая подставка подставка верхняя под пружины под пружинник запор соответственно до нижняя регулировка и сейчас отрежем кусочек чтобы были вот эти штучки нам нужны мы сделаем на новый амортик на новый амортик мы сделаем потому что мне в так скажем домашних условиях на новый амортик не приварить их потому что амортик у нас тонкая трубка нужно я распилю я покажу он очень тонкие привариваться можно только получится привариться только вот к этому месту то есть где вот у нас шов здесь сюда и можно будет привариться в этом месте только тронется работы так вздохнул вздохнул тяжело значит парни не получилось не фартанула смотрите что происходит то есть амортик я сделал сюда то есть даже как на штатном у нас это же пяточка только снят у меня сейчас на данный момент вот это регулировка снята то есть я чё сделал я его распилил немножко разогнул сделал вставочку вот такую от старого амортика ну вот эту часть отпилил тоже и разогнул и сюда ее напяли вот она у меня здесь а снизу приварим полуавтоматика все приваря на верхнюю чашку тоже приварил так и что что получается вот с этой штукой преднатяг пружины я сделал точно такой же как и был штате то есть как и здесь что такое преднатяг пружины это получается расстояние от верхней чашки и до нижней чашки вот этой до расстояние на какое сжата пружина в спокойном состоянии но это не преднатяг это неправильно я немножко сказал ну не суть важно вы меня поняли да то есть когда у меня стоит здесь вот эта хрень вот на этом вот на этом вместе были уже башка не волик он немножко устал и разочарование она еще больше усталости дает вот тут у нас получаться где-то в районе сантиметра наверно ну сантиметр с копеечкой и вот здесь у меня нижняя вот эта платформа ушла еще миллиметра на три примерно то есть сейчас у меня пружина она поджата вот ну как бы здесь до поджата она не болтается и получается амортик более-менее работает он достаточно мягкий и он справляется с этой пружиной если я вставляю получается вот эту регулировку вот эту регулировку вставляю туда до что у меня то у меня амортик не справляется то есть как бы ну пружина дана и как было так и есть и и сжимаешь отпускаешь и она отстрелива то есть амортик как вам сказать ну да амортик не справляется с преднатягом пружины поэтому 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 на переделывать потратил и вот я сейчас ничего делал часа ну два не спеша делал два два раза покурил один раз кофе попил два часа на это потратил переделать сейчас данный момент что надо так как у меня от старого амортика приварена часть да то есть она вот здесь приварена вот она сейчас со вспышкой видно вот разрезано и видно она вот здесь все фокус прямо ну вот она так парни видно вот она заканчиваться та 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 и сейчас получается мне надо хорошо что я не стал приваривать по кругу здесь полностью приварил только на три прихватки то есть три шовчика сделал такие не очень большие вот эти шовчики отрезать убрать полторами полтора сантим ну примерно на полтора не полтора ну да наверное где-то получатся померить вот это расстояние сюда прям что на сделать и получатся нам надо мы как говорил 1 и 2 здесь и миллиметр миллиметра еще где-то два там на 1 4 на 1 4 обрезать вот эту штуку и получается чашка у меня то есть когда я уже поставлю сюда регулировку она у меня отпустится вот так вот сюда ну соответственно мне вот эти на пеньке опустить вниз то есть она опустится вниз и уже будет вот так как сейчас есть то есть в данном моменте он он отрабатывает как бы эту кружину он не отскакивает но вот тот амортик отрабатывает еще лучше то есть это взят у меня амортизатор вот этот от del matis del matis del matis и какой-то шевроле шевроле spark по моему что такое но не суть важно то есть эта маленькая машинка до del matis там чем весит на на 700 килограмм 700 килограмм и 4 то есть это получат задние стойки del matis вот они рассчитаны под ну получатся массу автомобиля все-таки надо брать амортик брать амортик от этот а тотем не знаю какой то чуть побольше машины но суть в том что от других эти амортик я уже давно подобрал и вот на брпе стоят они же только что на брпешке подвеска вообще офигенно с этими амортиками работа все мягонько едет все четенько они отрабатывают тут пружина она то есть сам виток он потоньше и поэтому она четко отрабатывает здесь же виток более толстый еще из прогрессии то есть пружина с прогрессивной на вив 4 витка отрабатывают маленькие ямки маленькие вибрации да а уже вот эти основные витки они отрабатывают в крупной яму то есть вот и сама загвоздка то в чем то чтобы найти амортик чтобы у его тело было что получат 38 миллиметров вот такой 38 матизовский как раз он есть 38 миллиметров то есть вот вот в этом вот в этом проблема чтобы найти чтобы найти такой амортизатор данном исполнении вот как сейчас хочу сделать переделать до отпустить то есть убрать преднатяг пружины во первых амортикой будут мягче то есть подвеска вездехода будет помягче не такой жесткой вот но это плюс когда так скажем вездеход деревянный например по кочкам по грунтовке но я говорю вот на этих амортиках ехать на вездеходе не просто невозможно даже вдвоем то есть ты едешь и ты как будто на я не знаю на конной телеге то есть он просто скачет он амортизирует только на колесах на одних пружинах едешь кому получается то есть пружина слишком жестко да вот так вот слишком жестко пружин я еще сделал такие пазы думаю просто серую я еще сделал немножко как бы получаться получается вот это штатный амортизатор то есть вот этот да вот он стоит он 340 миллиметров был ну по центрам я имею ввиду по болтам от уха до уха посередине по центрам атматизм амортик 390 я убавил его сделал 360 то есть на 2 сантиметра вот этот амортик длиннее чем этот то есть если вот так и сравнить то ну примерно надо если так сравнить то на 2 сантиметра по центрам вот это мортик будет больше что это даст он но эти амортики я думаю мы поставим на морду на морду то есть в когда вездеход будет не загружен то есть ездок с него слез да он морду приподнимет как только на его сел за счет того что сейчас преднатяг пружины убавлен и сама пружина стала как бы ну мягче она мягче то не стало но по сути дела она стала мягче до масло масляное она сейчас стала чуть помягче то есть когда будет садиться ездок амортик будет чуть чуть-чуть подседать но как бы за счет добавления двух сантиметров до 20 миллиметров у этого амортика ход ну нажатия больше то есть чтобы его пробить это еще надо ну два сантиметра дополнительно нежели чем вот на том амортик то есть как будто работать он будет и думаю что будет неплохо работать единственная загвоздка мне пока не охота надо бы вроде бы попробовать да но мне не охота портить вот тот амортизатор штатный так как он рабочий и работают хорошо но он короче сейчас получается на 2 сантиметра на два сантиметра короче и у его будет получаться у его сейчас данный момент больше преднатяг пружины он жестче чем вот это мортик но охота попробовать вот этот он как он отрабатывает попробовать надо чтобы было два мортика а на сегодня завязаны с экспериментами поеду домой уже в рифе час ночи поеду домой завтра с новыми силами будем делать будем делать 2 амортизатор просто если не получится да то есть будет слишком мягко там или все-таки подвеска не будет отрабатывать да с этим уже вот которая я сейчас делал с амортизатор то придется поискать от какой-нибудь другой иномарки амортизатор какой другой амортизатор и чтобы он был как бы пожестче просто надо искать от машины которая весит там хотя бы тонну 100 тонну 200 то есть от обычной легковой машина нет нет ни от малой литражки вот и такой амортик будет работать уже сто процентов лучше он уже эту пружину вот ловить нормально а а ведь отдал матис нифига как бы ну слабого вот эти амортизаторы сделаны до которые предыдущим хозяином сделаны они вообще на аковских пружинах они вообще дубовые просто-напросто я вот этой палкой своей даже толком прожать ее не могу я не знаю зачем такие для делать вообще полный колхоз от них мы возьмем тут и я уже все это тут сто процентов решил от них возьмем только нижнюю вот эту колхозненькую гайку регулировочную скорее всего а скорее всего его короче пустим вообще этот амортизатор на дона вот для этого амортизатор а получается на другие амортик да на другие мортики то есть на это будет у меня которого час я делал это будет передние амортизаторы думаю что она задние амортизаторы сейчас на виду приеду домой наш сегодня сегодня ночью посмотрю посмотрю амортизаторы от днепра или от урала и прямо из днепровских сделаю просто-напросто из днепровки из днепровский сделал новые амортики и все то есть сто процентов тут днепровские пружины сто процентов удерживает амортик от deumatis то есть вот такой амортик одну сам амортизатор сама стойка удержит днепровскую пружину это уже проверено не одним мной и все так делают на днепр и урал как-то так все парни до завтра парни следующий день как я и говорил купил другой амортизатор я знаете чего поражаюсь поражаясь над инженерами автоваза они просто делают универсальные запчасти которые подходят бы я не знаю ко всей технике на свете и к вездеходом и квадроциклом к мотоциклам купил амортик 2121 213 но не суть важно любая него короче именно него вский передний амортизатор один сейчас пойду и 2 куплю амортик просто создан для квадроцикла стелс то есть шток шток не надо ничего обрезать просто-напросто сверху там есть шайбочка на сейчас 2 амортика докуплю вам покажу объясню вот шайбочка единственная на приварить эту подпружинник и все чтобы можно было жесткость пружины регулировать и приварить верхнее ухо так как у вазовского переднего амортизатора ухо нету там торчит штырь и одеты вот такие 22 буфера и вот такая вот такая шайба кстати вот эти буфера можно использовать на буране на буране как подушки двигателя вместе вот с этой шайбы то есть шайбы офигенно наложится ну то есть это вот так вот выглядит будет вот так вот основание двигателя вот подушка и будет вот так вот крепится закрываться так получается чё у нас ложится назад две подушки подперед одна подушка под низ то есть а у меня по моему собрано на четырех подушках со всех сторон не помню как но точно стоят вот ну не такие только не резинового у меня стоят а париуретаново стоят и вот с такими шайбами шайбу сюда подушечки уберем вот сюда и смотрите как сейчас поставлю сюда на штативчик вас или смотрите как работает амортик базовский и сам амортизатор от него старый который вчера у меня сделан да это у нас деломатис деломатис получается он слабоват он вот например его можно делать под ижевские пружины под днепровские пружины ну вот набор пиху я делал тоже классно работают от деломатис но с этими пружинами тут пружинасти гораздо сильнее и этого амортика не хватает то есть но он не справляется с пружины работа базовского амортизатора с пружиной от стелс 500 просто вообще как песни штатная вот тот штатный так не работает так и должен мортик работать он должен подвеску держать парни пацаны вообще ребята так смотрите хотел показать там у меня был уже сделанная мортика это еще то есть вот такой амортизатор идет в вазовской упаковке да это вас 212121 него шеви него можно без разницы то есть это для по сути дела то есть я у миши сейчас сходил посмотрел у его семисотка семисотка точно такие же аморты точно такие же пружины сходил даже с пружинкой сравним то есть копия все тоже то же самое и получаться от этого амортика соответственно скручиваете гаечку убираете две подушечки за подушечки нам больше не нужны дальше снимаем колпачок я его срезал просто чтоб его снять можно снять сковернуть сколотить проще срезать дальше вот нашего амортизатора да вот стелсовского где он есть у меня вот вот он разрезан уже на две части отрезаем верхнюю верхней верхней ух то есть она была вот так вот так и вот так просто режем болгарка да вот он отрезан резан болгарка сбиваем вот эту чашку она изнутри прихвачена вот на две точки сбили здесь на будет немножко развальцевать отверстие и с этой стороны снять пасочку я делал это сделал коронкой дальше это питтик этот оденется у нас вот сюда отсюда оденется и нам надо будет чертилка ну или чем угодно маркером не маркером прочертить черту и вот это место у кого есть токарный станок можете зажать токарный станок но лучше лучше отпилить оболгарка потому что она сюда посажена просто на горячую она не приварена вот этот вот эта шляпа и и просто обрезаем для того чтобы дальше соответственно проходила ну пружина вот проходить а вот например вот все эти регулировка вот это под пружинник и верхний подпружинник он сюда просто видео не входит то есть нам надо сделать чтобы просто входило или все обрезаем по кругу принципе верхняя часть можно это уложить эту штуку ложим обрезаем шток чуть ниже чем нам надо до чтобы заварить и сварочный шов получился достаточно как бы крепкий обрезаем потом привариваем сюда ухо верхняя часть готова все грубо говоря нам остается только сделать вот эту вот эту систему вот эту систему то есть у нас вот это я сейчас на поколотилась что прошили да и и нам будет набить вот сюда одеть все и прихватываем я снизу вот весь амортик делаем и показываю что получилось то есть два амортика ребятки следующий день следующий день и все стоечки готовы вот два амортика стоят они уже оба переделаны включен угон просто работа идеально сделал чуть помягче то есть также еще не показал переделал снизу приварил штатная штатная получается не ласки у нас идет 10 соленблок под 10 отверстия можно было конечно перепрессовать вот такие соленблоки поставить туда они как бы сюда 12 болт можно вставить вот на штатные были получаются стал соски вот такие соленблоки но вот это ухо похоже вот на этот сленблок поэтому эти четыре соленблока пойдут на вот на те амортики которые будем переделать те два амортизатора но от этих амортиков я только возьму получается резьбы резьбы и ну кусок чашки и все может даже чашки не буду брать вытащу вытащу у токаря проще проще будет может так сделать посмотрим ладно все снимаем и поехали ставить на квадра лед у его и и и и и и и